МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это от детской журналистики. Вот я хочу познакомить вас с этой девочкой, девушкой, не знаю, уже ты в девятом классе, да, Антоненко Вито? Как мы с тобой познакомились? На Золотом Ключике. На Золотом Ключике, да? Да. Ну, вот как было, вот вспомни, расскажи, как это было. Честно, не помню. Совсем не помню. Да, помню, что на Золотом Ключике. Я тоже не помню. Да, был такой фестиваль у нас в прошлом году, Золотой Ключик, где творчество украинских детей проверялось на способность того, как они могут творить, как они могут играть, как они могут танцевать, как они могут рассказывать. В общем, как они могут делать все, что делают настоящие артисты и музыканты. И вот там, на Золотом Ключике, есть там такой генеральный продюсер Александр Мохотин. Вот, мы с ним познакомились, он предложил мне, чтобы я сделал... Там не хватало, там все было, не хватало еще телевидения. Он говорит, давайте что-нибудь так, дети и телевидение. Правда же, да? И тут, как, кстати, Антоненко, наша Вита, подошла, оказывается, она уже этим делом серьезно занимается. Кто бывает в Фейсбуке, смотрите, она все время выступает со своими материалами. Она, оказывается... Да, в общем, расскажи ты, как ты пришла к этому всему? Да, сначала все начиналось с моей школы номер 25. Там мы с директором и завучем решили открыть студию журналистики при школе. Так. Потом как-то так получилось, что я попала в село, в село Нечаянное сначала. И там, увидя прелестнейших детей, там также было пару лекций. Ты только концовку рассказала. Да. Неужели мне придется за тебя все это рассказывать? Ну, ты же сначала закончила школу журналистики. Нет, я еще не закончила курсы журналистики. Они сейчас идут у тебя? Да, да. Так об этом расскажи, как ты пришла к журналистику. Вообще, как к журналистике. Конечно, как ты пришла. А, ну, я вот уже второй год подряд посещаю курсы школы журналистики в детском центре внешкольной работы Корабельного района. Руководитель Мария Борисовна Полупанова, это мой наставник. Именно она подтолкнула меня к журналистике. Она меня вовлекла в это. Она раскрепостила меня очень сильно. Раньше я была более зажатой. Да, и уже захотелось передавать какие-то свои знания другим детям с помощью взрослых, профессиональных журналистов. Ну, конечно, не сама. Ага. У тебя удается это или нет? Ну, как говорится, знаете, о себе судить очень сложно. Да, да, да. То есть, ну, как, я учитываю мнение окружающих. Мнение окружающих в основном позитивное. Говорят, что получается. Ну, конечно, я только начинаю. А что ты считаешь в журналистике самое главное? Мне кажется, самое главное – это умение журналиста раскрепостить своего собеседника, вовлекти его в беседу. То есть, находить подход к людям разных профессий, разных социальных статусов, то есть, вне зависимости от их возраста, статуса, пола. Так, ну, с этими людьми, которые здесь сидят, я еще даже не познакомился. Поэтому называть я их не буду. Я могу, конечно, прочитать, у меня тут записано. Но я думаю, что, Вита, лучше ты это все и познакомишь меня с этими людьми, и зрители, конечно. И расскажешь о них, что они, что. Так получилось, что я познакомилась с Галиной Ивановной Пасниченко. Это директор Дома культуры села Грегово. Я попала в Грегово, и там увидев прелестнейших детей, я просто таких золотых еще не видела. Нет, ну, как ты попала? Вот опять такая журналистская работа. Ты рассказываешь, вот просто то же случилось. Как ты попала в Грегово? Расскажи, это же интересно. Ты как журналистка, как ты туда, тебя туда вывела? В Грегово? А потом ты еще будешь... Там был фестиваль какой-то. Там были съемки детского майданчика про наши детские гуртки. Три гуртка. Моя коллега, Леночка Клепа, снимала это дело все, да? Вот видишь, ты будешь... А, ты представила, да? Галина Ивановна, как вы к этому отнеслись? Что к вам явилась молодая, еще не оконченная в кружке в своем журналистка. Вы ей поверили, да? Я поверила. На самом деле я Віту знала еще раньше, потому что мы все в соцсетях. Вот там познакомились, да? И много раз я читала разные статьи. Меня это зацикавило, потому что достаточно молодая, перспективная девушка, такая красивая. И меня зацикавило, потому что мне понравилось, понравилось все, про что пишется, и особенно про Вітовщину, про Вітовщину, про Вітовский район, про культуру. А это меня за дело, потому что именно обратили внимание на культуру, на будинки культури сельские, на сельские клубы, потому что культура в наш час актуальна. И мы, звичайно, уже ближе познайомились на телепередачі, дитячий майданчик, який у нас отбылся, где мы показывали своих талановитых, чаревных деток. И там уже ближе, и Віта, звичайно, в процессе селения передачи, вона спілкувалася с детками. Я смотрю, ага, так, уже на детской площадке, они уже там что-то, уже витворяют, уже в ролях, там же дети, и в одночас они сценки уже снимали. Да, там дивлюсь в фойе, там в кабинеті, всюди, всюди було спілкування. А нашим дітям це подобається, тому що вони є такі, вони йдуть на спілкування, вони легкі на спілкування, тому що вони завжди, а їх це зацікавило, журналістика. Ви знаєте, тут людина, дитина, діти, вони завжди хочуть себе відкрити якось, і тому вони займаються в різних гуртках, вони якось себе шукають в пошуках, відкривають. А тут нове, і тут така молоденька, і цікаво, журналіст, і тут же їй вже захотілося, і бейджики ті ж самі, і захотілося йому знати більше, що це таке. А Віта тим більше розказувала, ну я так трішечки підслуховувала так в процесі зйомки, а от це, а от ви можете показати своє я, ви можете себе відкрити, ви можете свою думку висказати, це те саме, що вам потрібно. Знаєте, дуже багато діток загорелись, і з того часу ми розпочали, і в той самий день, мабуть, ми відкрили цю студію журналістики школи життя, де дійсно багато цікаво і діти весь час. Це ще зовсім молода грегівська студія журналістики школи життя, і вони постійно запитують, коли приїдуть, а коли до нас, значить, ви приїдуть, коли віточка приїде, і постійно вони в очікуванні, вони за радістю зустрічають, вони за радістю спілкуються, ми також в цьому процесі приймаємо, скільки ми програми знімали, відео, так? Так, але вже скільки у нас була постанова, постанова багато, але я ще хочу, хвилиночка, я хочу представити цих чарівних дівчинок. А представьте, пожалуйста, можна? Мало того, що вони наші представниці Грегівської студії школи журналістики, вони ще є дуже активні учасниці художньої самодіяльності, де активно приймають участь, і на місцевому рівні, в обласних фестивалях, в онкорсах, і так же, продвінути, і тим більше, що вони не в одному гуртку задійні, у них вони розвиті, як можна сказати правильно. В нескольких сферах одразу, так, значить, дівчатка займається в театральному, в дитячому театральному гуртку посмішками, повена, посмішка, в вокальному колоколі, вони також у нас співають, в декоративному прикладному мистецтву. Як тебе звуть? Значить, це Надія Литвинича. Надія, ну ти точно співаєш, да? Да. Ну давай, один куплет мне любой песни, вот один куплетик, пожалуй, ну спой, пожалуй. Ну давай, я за допомогу. Давай, не бойся, какая ж ты артистка, какая ж ты журналистка, тебе надо выскакивать из этого положения. Один куплет. Ну, я там одну песню знаю, я маленька українка. Так давай, сынок, мы послушаем один куплетик. Как справді, ви привыкли. Давай, давай, дай. Я маленька, україночка, я краплинка, як сльозиночка, сонечко сміхається кожну мить, моя пісня до серця летить. Попо! Доброго! Молодець! Так, а сколько человек в кружке у вас сейчас уже? Ой, давайте я ще одну гівчинку представлю. Так, ты будешь петельні танцевать, посмешно. Анастасія у нас, це Анастасія Склярова, вона дуже з маленьких років у нас у будинку культури, виховується в нашій творчій родині. Вона у нас, дитина співає, але вона себе знайшла в розмовному жанрі. Гурток розмовного жанру ліра, де ми готовимо ведучих, де розказують вірши і так далі. І також в театральному посмішка Мельпомени. Значить, я хочу сказати коротенько про посмішку Мельпомени, про вокальний колектив, всі ці гурточки. У нас веде наш художній керівник Віктор Григорович Наумов. Дуже відповідальна людина, дуже гарна людина, дуже талановита. Багато-багато гарних якостей, тому що ми досить багато років з ним працюємо. Це моя підтримка у всіх планах. І він веде на ентузіазмі, на, правильно сказати, на громадських засадах. Ах, отак. Ну, ми познакомимося ще з ними, так? Так. Значить, виходить, що у нас сім дитячих клубних об'єднань, із них два гуртка – це штатні одиниці у нас, бюджетники. А решта – це є вже на ентузіазмі, на громадських засадах. І у нас такий чудовий Віктор Григорович, який займається з дітками. І, звичайно, ми допомагаємо друг другу. Я допомагаю з дівочками, займаюся з ними вже акторською майстерністю. Більше, господєро, річ... Сценична річ. – Сценична мова. – Сценична мова. – Перейшла. У нас дуже багато талантливих дітей. – Ну, ти видела? Она ж вже нам спела, да? Как же я тебе не попрошу, щоб ти мене не розказала саме короткое стихотворення, которое ти знаєш. Вот смотри, вон на ту камеру, да? Вот щас тут надо, понимаєш? И приготовься, соберись как надо. Ми успокоїлися, услышали тебя. Ждем, пожалуйста. А можна з великого вершу только кусочок? – А как же? Тебе все можна. Не волнуйся. – Все можна. – Все можна. – Поплеты расскажи, да истинно. – Хорошо. – Хорошо. – Ой, три шляхи широкі докупи зійшлися. На чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір, той жінку покинув, а найменшій – сестру, а той – молоду дівчину. Посадила стара мати три ясени в полі, а невістка посадила високу тополю. Сестра посадила калину при долині. Все. – А ти посадиш ще в жизни стільки-стільки всяких дырів, понимаєш? Стільки у тебе ще впереди, що я тебе завидую, потому що у тебе буде така красива і інтересна життя. І у тебе теж. Ладно? Согласна, да? Так вот. Дальше развивалися события таким образом. Вита вот сказала, а давайте, раз, я уже вначале говорил, а давайте теперь это все привяжем сюда к этой журналистике и телевидению. И мы согласились. І вот уже где-то місяця два-три ми работаємо вместе. по телевидению. Давайте посмотрим, что у них получилось. – Аньчка, скажи, пожалуйста, такі маленькі, я варюю з них. – Варююку із них? – Да. Ми їли на хлеб мазали. Вот дуже вкусно. – Якщо б вам представилась такая возможность, і вам б сказали, «Ребята, куди ви б хотіли поїхати на следующі свої каникулы летні? Куди б ви хотіли поїхати? І де побувати?» – Я на річці. – На якій річці? – В Чорні. – А ти? – Я хотіла б поїхати в Китай. – Почему? – Там дуже інтересно. Можна там пофантазувати. – Ты знаеш китайський? – Не. – А хотіла б научиться? – Да. – Раскажи, пожалуйста, як ти провела це лето? – На море. Там було дуже тепло, весело. Я вперше раз прыгала на Тарганці. – Тебе було страшно? – Да. – Но ти поборола свій страх? – Да. – Чем ти займаєшся? – Я пою і хожу на джок пригладного ісчуття. Я хочу путешествувати по миру. – О, а в якій именно стране ти б хотіла біхатися первонаперво? – В Італиї. – Що тебе там привлекає? – Я хочу посмотрить Венецію. – Скажіть, пожалуйста, дівчці, як ви провели твої каникулы? – У нас злілеї з Бальдиву. – У нас тут там бувається. – Там було дуже весело. – Ми з подружкою плавали на перегонки под воду. – А, ти ісцент? – Я була на море. – На море я впервые прыгала на резиночках. – Мне было очень… – Это было очень экстремально. – Я плавала. – Я этим летом научилась плавать. – Я ездила к маминой тете. – Гуляла в парке. – Потом приїхала в село. – Сюда дома была. – Потом ходила на день рождения. – Гуляла в школе, в парке гуляла тут. – Ну, я ездила на море, и я собирала там ракушки, строила замки. – Однажды там одна тетя делала вулкан. – И там он очень был интересный. – Мне очень понравилось мое лето. – Я хочу еще раз так провести свое лето. – Я просто хотела в Виндетси побувать. – Там я хотела подивиться фонтаны разноцветние на воде. – Это здорово. А ты? – Я хочу поехать в Кошенев. – Там моя тетя живет, там едет в водопад. – Я очень хотела по животным быть без единорога. – Это моя мечта. – Мне постоянно в детстве снилось про единорога, который я летала на небе без него. – Он еще был в Крымде. – Вот, да. – И вот я очень хочу, чтобы мой сон, ну, оживился. – Расскажи нам, пожалуйста, как ты провела это лето? – Я провела лето, я ехала на Черное море, каталась, там из горок спускалась. – Где бы ты хотела провести следующее лето и кого встретить? – Я хотела провести лето в Крыму. Там мои родственники, там классно, там фонтаны есть и разноцветные, и радужные фонтаны. – Я ездила до своих родочей в Италию. – Что интересного ты видела в Италии? – В Италии я видела богато интересного и видела в моей подружке. – Ну вот, вот когда я это посмотрел, конечно, честно говоря, вот все это вы делали впервые. Ты снимала впервые, они первый раз интервью давали, Мирзаян, наверное, первый раз, Екатерина брала интервью. Короче говоря, немножко поругалась наша монтажница, но я тогда вам сказал, что я же хочу другого, совершенно другого. В этом золотом ключике я хочу, чтобы вы разыгрывали какие-то эпизоды из жизни, понимаете? – Не раньше. – И да, задача была такая, я поставил, как вы провели лето. Банальная, конечно, задача, но так легче начинать, мне кажется, для всех, да? И тогда вы поправились все и сделали вот так. Давайте посмотрим. Ой, девчатка, привет! Як я вас давно не бачила. А я уже за границей приїхала, вы так дорожками стали. А ну-ка, расскажите мне, як вы літо провели? Ха-ха, как я провела літо, это мое особистое дело, и никого из вас выросли суть, вы понимаете? Так, как літо, это мое особистое дело, и извините про него я вам не должна. Навчиться уже поважать права человека. А если вы хотите не полегать на подробицах или правдивостях моих ответов, то мы с вами, любые мои друзья, встретимся в Европейском суде. До речи, куди вас, выключить повестку, ну, я там уже буду по інших справах. А ось з яких, це вже мое особистое дело, и никого из вас воно не стосуется. Ха-ха, я знаю ці, її особливості, справа, само цього літо, і я було у Франції. Десь, і десь доходить цей ваш суд. Бачила її, Спарука, на жовтому Феррарі, відчала на величезні швидкості вулиця, так-так, що Морозова впала і запразднила мою останню блузку від Кардена. Морозова? Тобі ж батьки не дозволяють Морозова. Поки ця сестричка їздила на теплі краї, то ми з друзями ходили в похит. Ліс, ліс в цей день був такий чудовий. Раптом я почула підозрілий звук, наче хтось підшептів мені поруч. Я обернулася і побачила, а-а-а, змія. Я не розказала батькам, ви знаєте, як вони будуть хвилюватися, і не розвішили б мені зовсім ходити в похід. А наступному разі поїдемо ми і в Карпати, а не як ви, збираєтесь на Мальдіви, бо моя Україна, це ж найкраще у світі. Ну, що там розповідалися, як ти провів літа, а тут розповідалися, що, ну, куди ти ходив в похід, чи що. Ну, де интересно було, в першому сюжеті чи во второму? Во второму. Почему? А ти? Потому, що тема, теж тема була одна, але постановка була зовсім менше. Кто поставив все це дело? Ми з нашим гривеньком. Все зісті, да? Зісті работали. Да? Разово так. Віолетта. Писали сценарий, а вже Віктор Романович. Работал, як режиссер. Ага. І все це ставив, да? Головіна допомагала. Ну, вот я щось по цьому поводу, що хочу, дорогі, сказати. Це вже обращаюсь к зрителям. Це дуже важливо. У нас знову пройдет фестиваль «Золотой ключик». И мы вот соберем со всей области все, что интересное, вот такое, как я провел лето, снятое на видео, или даже просто на планшете, или даже просто на смартфоне, такой, такой фильмик небольшой. Вот присылайте все это к Вите, она отвечает за все это дело. А ты сейчас назови свой телефон. Телефон? Конечно, щоб тебе обращались. Ты же у нас в полне. 066-2030-687. Вот когда? Вита Антоненко. Вита Антоненко. А когда потом будем заканчивать передачу, ты еще раз повторишь, если кто-то не записал. Знаете, хотела сказать, что вот много таких талантов есть в районах, но не всегда у них есть возможность выезжать из своих районов. Так. Потому что, я даже не знаю, как сказать, то ли нежелание спонсировать, то ли действительно недостача каких-то денег. Вот есть Капустинская студия журналистики, вот там Сергей Николаевич Головов, он добивался того, чтобы туда выделили фотоаппарат. Вот. Он оббегал кучу дверей, стучался, то есть потом и кровью получилось выбить этот фотоаппарат для того, чтобы дети смогли снимать свои ролики какие-то, какие-то постановки, развиваться как актеры или как операторы. Ну, это уже так громко сказано, но все же, нужно с чего-то начинать. Вот. Вот я хочу сказать за Сергея Николаевича Головова, начальник, наш начальник сектору культуры Витовской РДА. Да. За те, что он, взагалі, он молодец, он такой молодой, инициативный, культурный. Мы очень точно. Он допомагает, я с вами согласен. Он допомагает и морально, и документально, такая є допомоги Екатерина Олександровна, и методист Наталья. Спасибо им за это. У нас одна минута, даже полминуты. Вы же приготовили какое-то для меня? А ну-ка, да, но мы за одну минуту... А за сколько? За одну минуту управьтесь, пожалуйста. Вперед. Значит, быстренько. Одна минута все. Там урывочек с выставы Аси Котляр, квитка, квитка, папоротка, цветок, папоротка. Вперед. Так, девчатка, значит, в ролике Кимары и ролика Баба Явей. Все, прямо на месте все, а мы далеко не уходите, так? Эй, бабуся, Ягуся, сюда, сюда скорей! Кто меня звал? Кто старушку отважного дела отвлекал? Я, бабулечка-ягулечка. Чего надо? Кажется, я нашла того, кто нам нынче цветок папоротника отыщет. И кто же это? Иван Конюх. Это тот, что в барской усадке на колюшке ночует? Он сам, хочет он на Марьюшке жениться, а барин ему согласия не дает. Ведь же барин-то сам на Марьюшку заглядывается. А точно ли это Иван нам подходит? Подходит, подходит. Точности такой, как надо. Смел, умен и душа чистая. Спасибо. Все. Наше время заканчивается. Я прошу прощения. Я знаю, что с вами нужно говорить сколько угодно. Я вам обещаю, что это не последний разговор. Мы сейчас занимаемся таким интересным делом, что это должно быть интересно всем детям в нашей области. Понимаете? Еще раз назови свой телефон и будем прощаться. Вита Антоненко, номер 066-0030-687. Спасибо вам, что пришли. Приходите еще раз к нам, и мы будем здесь все это показывать. До свидания. Счастливого твоей дороги и хороших спектаклей. Вот то, что вы сейчас разыграли, я приеду и поставлю для телевидения. Это очень большая мечта была нашего художного руководителя. Он так загорелся цей выставой. Так что приезжайте, все покажем. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»